Аделине Шакира 18 лет и у нее детский церебральный паралич. Девушка страдает от тяжелого заболевания, но мужественно борется со своей болезнью с раннего детства. В 2021 году ей удалось провести имплантацию спинного мозга, но постоянное лечение требуется по-прежнему. Глаза полные чистоты и надежды на светлое и здоровое будущее. Аделина искренне мечтает наслаждаться обыденными вещами и жить, как все ее сверстники. Девушка учится в Казанской школе-интернате в 11 классе и хочет стать врачом, чтобы помогать людям и нести добро в мир, в силу которого она все еще верит. Имплантация нейростимулятора снизила повышенный тонус мышц, но с сентября прошлого года состояние идет на спад. Девочке становится хуже. Мне кажется, что мы с мамой будем самые счастливые, если нам сообщат, что сумма собрана, вы можете приезжать, реабилитироваться. Это очень тяжело. Я вот до сих пор, уже год будет, до сих пор себя вспоминаю, иногда плачу. Ну, потому что, ну, было очень тяжело и, конечно, хочется, чтобы не было больше вот таких вот мучений. Всю жизнь мечтала быть такой красивой, стройной девочкой. Ну, время покажет и надеюсь, что улучшения будут. Такие дети, которым, ну, уже ничем не поможешь. А у меня есть шанс. Тяжелее в условиях нарастающей болезни, чем самому ребенку только матери, которая ежедневно просыпается и засыпает с мыслью о том, как помочь излечить и избавить от постоянных мук своего близкого человека. Миниса Садыковна воспитывает троих детей одна, но трудности и сложности ее не останавливают ни перед чем. Ведь единственная ее боль и цель – это собрать нужную сумму для длительного лечения Аделины. Это же мое желание, чтобы она была здорова и такая же жизнерадостная, как сейчас. Хотела, люди нам еще раз помогли бы выйти из такой тяжелой обстановки. Она часто стала падать. Падает и у меня душа уже пятка уходит, как бы она не разбилась. Мы тоже помогаем людям, которые нуждаются, как можем, сколько можем. И надеюсь, что и нам поддержку дадут другие. Врачи реабилитационного центра каждый день сталкиваются с рядом трудностей, но это ничто в сравнении с счастливыми лицами детей и родителей. По словам заведующей отделением нейрореабилитации научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета Эльвиры Мухаметовой, в котором наблюдается Аделина у девушки, есть все шансы для счастливого будущего. Нужно лишь помочь. Удалось достичь ныжения спастики. Это все нам позволяет предполагать, что будет хороший результат реабилитации. Мы здесь будем уже просто делать более тонкую под настройку, а, так сказать, стараться выжать максимум из этого устройства, которое у нее сейчас есть. По словам врачей, у Аделина позитивные прогнозы на реабилитацию, но своими силами потянуть дорогостоящее лечение семья не может. Внести свой вклад можно, отправив смс словами «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Узнать, как отправить большую сумму, можно на сайте rusfond.ru.ru. Результат реабилитации может оказать сильное влияние на дальнейшее развитие девушки.